и друзья приветствую вас на своем канале я наталья тупо проживающие в чехии сегодня во вторую адвентную неделю мы вместе с ярославом вам покажем на и прекраснейший рецепт чешских цукровей которые имеют название працные вот сейчас я вам предоставлю ингредиенты а во-первых для того чтобы сделать эти цукрови мы очень усердно кололи орешки и чистили и вынимали ядрышки подготавливали это было уже сделано давно заранее вот посмотрите какие у нас получились орешки уже очищенная из вот вот ярослав уже здесь натер на терочке если у тебя терочка под рукой покажи какая терочка у тебя была вот такая терочка можно и на другой и вот первый ингредиент у нас гладкая мука но у нас обыкновенная мука 350 грамм так следующий масло 280 грамм сливочная сахар 180 грамм вот дальше орешки мы показали одно яйцо до одно яйцо дальше какао-порошок вот у нас какой есть какао порошок красный октябрь москва это нам дочка привезла из москвы так что мы его сегодня будем использовать одну-две ложки до какао-порошка дальше вот это как его гвозди когда гвоздика сколько здесь ну чуть-чуть вот он сейчас будет их немножечко молоть как бы вот в этой ступочке вот и еще добавляем потом значит корицы корицы сколько одну примерно чайную ложку и цитроновая кура здесь пишут это значит от лимона кожурку тоже потом по трем от целого лимона эту лимонную цедру или лимонную кожуру по трем тоже на мелкой терке но конечно лимон надо очень тщательно и предварительно помыть то так вот мы все ингредиенты этих в эту тарелочку в это блюдо мы нас засыпали насыпали и все мы теперь это очень тщательно все это мы замесим все вместе и так тесто мы замесили а теперь его нужно вот на такую пленочку выложить и спрятать в холодильник минимально на два часа для того чтобы она там отдохнула потому что все таки здесь очень большой процент масла чтобы она немножечко и стверд 2 твердшие стало чтобы было дальше удобнее работать с этим тестом а лучше всего оставить это тесто до следующего дня и у у вас наступит очень быстро следующий день мы вам покажем что делать будем дальше так что я росла в тесто у нас готова до моего вчера угол слушай она не слишком каменная до ну ладно тесто в общем у нас стояла всю ночь аж сутки да смотрите как она какое тверденькое стало вот у нас такие формочки даже зайчика вот до зайчик и вот просто такие вот обыкновенные формочки вот их конечно ярослав сейчас смазывает маслечком вот они внутри будут смазаны маслом я ему тоже буду помогать но что хотели об этих формочках сказать мы самое главное когда мы эти формочки покупаем до новые мы конечно их помоем основательно но это первый раз и последний потом когда в течение выпечки да уже формочки больше никогда не мыть только чистить чистой тряпочкой или чистой салфеточкой потому что еще покажем да мы покажем как мы будем чистить вот потому что потом я вот тоже ярославу буду помогать мазать мазать маслечком вот сливочным маслом мажем так пальчиком формочки иначе вы их просто они при пригорят там и все и там в этой форме так и останутся так что мы вам сейчас покажем сказочно вкусные печенюшечки чешские цукрови которые пекут к рождеству европейскому католическому но у нас только один сорт и называются они працные формочки сейчас да видите как он основательно намазал вот смотрите специально наделал на себя зеленое платье съемочное чтобы быть вот сочеталась с его фартука это сливочное масло используем только первый раз сегодня да потом уже как будет дальше следующая серия так уже тесто тучное дост там сливочного дост так уже уже не нужно докладывать это короче если как мы например вторую варку будем делать в этих же самых формочках второй раз если у нас все тесто не уместится в наши формочки еще останется и будем еще допекать то в этих же самых формочках второй раз или третий то больше мазать не надо маслом вот маслом надо смазать только вот сначала вот еще вот такие вот я больше всего люблю вот такие кругленькие вы знаете когда я только что первый раз приехала в чехию и меня соседка угостила этими цукрови она но этими вот сладостями до рождественскими она принесла это в коробке да миша по правильно да да ты же подтверждаешь и вы знаете я это попробовала первый раз в жизни вы знаете это была такая вкуснота необыкновенная вы не представляете очень было вкусно я даже не поняла то ли это конфеты то ли это печенье ну конечно в основном пекут несколько сортов и и вообще это и дети рады помогать да 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 это такая вся семья собирается это для детей такая забава вы знаете это такая атмосфера это такое вообще такая атмосфера чудесная я помню когда мы были у его мамы и там была снаха был внучек и вот мы все вместе вот это вот заполняли тестом выпекали потом все вместе чистили вы знаете это такое такое чудесное ощущение семьи большой семье это очень приятно вообще конечно рождество это такой праздник тихий и семейный это праздник ребенка это праздник как говорится новорожденного иисуса христа и это детский праздник да миша да я с тобой согласна сейчас духовку включить до сейчас на 180 градусов так сейчас мы включим духовку на 180 градусов иди отсюда так включен духовку на 180 градусов ну и что начинаем заполнять чтобы чтобы было так немножко не совсем полное да потому что тесто немного поднимается чтобы она потом не вылезала вот смотрите вот оно какое вчера тесто было такое липучие какое-то ужасное а сегодня она уже послушная такое пока холодная да холодным лучше всего работать вот так вот потихоньку заполняем конечно одному человеку это делать это конечно очень очень муторно вот смотрите вот как бы там внутри немножечко такая остается лунка такая маленькая лунка потому что она в процессе печенья выпекания поднимается и если она будет вот таким бугром то конечно нет это не пойдет я сейчас попробую бабочку заполнить тоже так основательно тесто буду туда вот но некоторые женщины поскольку сортов делают этих разные они такие названия разные поскольку после договорки или после как так всем минимум всем минимум да я помню да у нас на работе у которых сейчас конечно нас очень загружена женщина на работе с этой работой а вообще вот раньше вот между собой даже а ты сколько сортов например одна другой спрашивает ты сколько сортов разных этих цукрови обгоняем до 12 сортов о а я 10 а то другая подумаешь а я 20 сортов они там разные такие бывают короче говоря вот нам одна женщина вот кондитер мы заказали чтоб она нам спекла вот потому что я не особо мастерица на эти выпечки я даже вообще но а профессионал да да и мы вам покажем вот мы когда купим когда она наверное ближе к рождеству она печет у нее очень много заказов мы тоже заказали и вот она нам спечет тоже конечно это кропотливый труд я труд я вообще я раньше я первый раз когда меня угостили я думала ой ой это ужас какой это как долго пекли а я не знала что они оказывается каждый день пекут сегодня один сорт завтра другой а иногда бывает что например два или три сорта в один день пекут например у них есть тесто приготовить например три сорта или четыре сорта приготовить тесто но она потом отдыхает в холодильнике ну а выпекают только один сорт или как уже готовые это серия готовая так они возьмут другую сорт да ну вот например такие у них есть название сортов я вот знаю восемь низ да 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 осиные гнезда это вообще такого по моему холодного приготовления кокосовый куличка кокосовая значит шарики потом еще у них линецкие очень популярные линецкие ванилковые ровночки ванилковые ровночки да 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 но всякие а я как не умела цукрови печь так я эти пекла их маленькие икверы такие шариками в форме шариков маленькие такие из-за из этого с такого теста за из заварного теста с кремом тоже шло или например я пекла медовый торт медовник но знаете что умела то и делала вот думаете почему я сейчас вам болтаю так много и так затягиваю видео потому что смотрите какие у меня руки разве я могу отключить камеру не могу поэтому вот вам здесь и болтаем женщины с долгими ногтями да я бы ну как с длинными ногтями ну да это тоже по но вы знаете я просто работаю в медицине а так у меня тоже у меня всю жизнь ногти так хорошо росли длинные такие всегда были потому что я приехала как швея в чехию и мы когда с ярославом познакомились он даже подумал у меня такие были ногти хорошие что ярослав даже подумал что они искусственные они оказывается были свои да да конечно это было давно до приехала вот как швея потому что такие документы были а сейчас я освоилась медицине ну вот посмотрите да какой целый протвене да теперь духовку на 10-15 минут и так духовка у нас сигнал подает таймер сработал пора вынимать прошло 12 минут прошло ну посмотреть что там получилось так там что там как готова нет ли в порядке ли представляете как мы бы это не намазали сливочным маслом он обе не шло вон конечно горят все горят палчики а если ждать что постыла совсем не пойдет совсем не пойдет так ну вот мы приготовили такую картонную коробку с крышечкой но можно в любую можно в любую но почему в картонную коробку обычно вот до нового года то еще вернее когда рождества то еще две недели до и вот они две недели же не будут вам сохнуть и вот самые самый оптимальный вариант вот хранить в картонных коробках эти цукрови потому что это самый такой удоб удобный и практичный вариант во первых они разлежаться как говорят чехи они будут такие более вкусные вот так мы их поскладываем сначала от один как одна верства я знаю как один ряд или один слой да вот у меня такое иногда случается что я забываю как по-русски сказать вот такие мы на на складываем сейчас наши крови они еще маленько чё пленки без видно как я их почистил сухой тряпкой до без воды без химии химичества без ничего только сухой тряпкой да а так они выглядеть как их использовали а так как они почищены и как приготовления следующий год я говорю это про то что я тоже ошибнулся и помыли их водой и с химическим этим средством это было плохо мама это выкинула это не этой формочки пучила да мама ему одолжила свои формочки а я их испортил потому что помыл и он с того времени уже начал знать что мыть эти формочки нельзя причем не она это говорила она мне это сказала но ты не поверил не поверил не просто забыл забыл эту просто не обращал так силу внимание и так на уже как говорится напоследы или в заключение посыпаем сахарной пудрой чтобы это было красиво как бы запорошенная снежком причем не обязательно да не обязательно но все равно более такой кто не хочет сильно сладкий но дорогие друзья обязательно попробуйте это спечь вы знаете это такая вкуснятина это сказочный сейчас нужно уложить второй сорт второй ряд 2 рядочек правда мы сделали только одну порцию вот но у нас вышло так вы знаете это так вкусно что даже бывают такие случаи когда мама спечет а дети съедят и до рождества уже все съедено и уже когда придется новый для это так бывает я к разу с ярославом познакомилась он это эти цукрови пек 2 2 порции сразу у нас здесь одна порция и вот я помню он значит потихонечку из коробочек это доставал и мы это поедали и получалось так что пока приближались ванцы пока приближалась рождество приходилось печь еще раз и так дорогие друзья спасибо за просмотр пишите кому понравилось кому не понравилось и напишите кто это будет печь до свидания дорогие друзья до следующих видео